Есть намек на какой-то вкусный завтрак. Помните, наоборот, когда наливаешь, там всякие голые женщины. Леш, ты так любишь свою жену. Да, это так. Всего 8,5 тысячах, да? На весь мир, да. У нас есть еще вот такой товарищ. У него даже патчи на нос модные. Это туалетка Репензит 104. Ну, у кого есть. Короче, пиджак, который заряжается от розетки. Это бриллианты. Это стоило 148, сейчас миллион. Друзья, всем привет. Это RoomTomb, и мы в Санкт-Петербурге. Уже по двору понятно, по этому прекрасному винограднику, что мы в культурной столице России. Леш, расскажи, к кому же мы приехали? Я думаю, из-за того, что вот эта стена довольно узнаваемая, можно сразу понять, что мы в гостях у Леши Миронова. И это, ну, наверное, это самый важный питерский человек. И, конечно же, мы должны были приехать к нему, ну, увидеть питерскую квартиру, первую его. Он диджей, он делает офигенную одежду перке. Он... Организатор вечеринок АВГ. АВГ, да. Да и просто самый харизматичный житель столичной... Ой, северной столицы. И просто самый стильный житель Петербурга. Ну, давайте пару интересных фактов про стену. Это, как мы уже узнали, это растет виноград. И его тут посадили... 50 лет назад. 50 лет назад, и никто не ожидал, что настолько сильно он разойдется. И, как нам сказал Лелик, не так давно... Книга рекордов Гиннеса. И этот виноград был по новостям. А еще у Леши очень большая коллекция кроссовок. Там и Nike Dior, и всякие различные Джорданы, и очень много всего. В общем, мы обязательно все это посмотрим. Миронов. Мы идем к тебе. Подъезд, конечно же, питерский. Конечно. Да, питерский подъездов. Спасибо. Питерские ящики. А тут можем это, если что, прокрутку такую быструю. Вот, штук, штук. Да, подъезд реально такой питерский. Очень прикольный. Так, ну что, звоним? Даже звонок питерский. Это вообще звонит? Это та квартира? Hello, guys, open the door. Это ты? Привет, Лешка! Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Спасибо. Это город наш. Санкт-Петербург. Это город наш. 8-1, да. Заходите. Так, ну мы уже зашли в гостиную. Это известная гостиная тем, что Леша тут каждый день выкладывает свои модные луки. Почувствуйте себя мной. Так, ну что, наконец-то мы, Леша, у тебя в квартире. Мы много раз о ней слышали, видели твои луки. А я тут и был ни разу. Да, я ни разу не была. Поэтому расскажи, пожалуйста, как вы давно здесь живете, снимаете вы вашу эту квартиру и вообще как вы здесь оказались? Да, мы снимаем эту квартиру. Мы влюбились в нее в первый взгляд. Посмотрите, какие у нас потолки. Вау. Это лепнина. Тут стилечек нью-йоркского лофта. Живем мы здесь три года. Или четыре? Четвертый год. Три. Три года. Да, хотели много раз купить квартиру, но ничего, после таких потолков нам больше не нравится. Поэтому мы живем здесь. Пытаемся хозяйку уговорить нам ее продать. Пока безуспешно. Я хочу рассказать все-таки про главное украшение этой квартиры. Это, конечно, дюсик. Вы посмотрите. Девочки, какой недовольный. Посмотрите какой-то. Расскажите про дюшика немножко. Как он у вас оказался и почему он такой самый милый кот на свете? Марина спрограммировала эту вселенную, что мы взяли его. Она долго мне скидывала бурм. Это китайские императорские коты. Супер ласковые. Посмотрите на их мочку. Их главная защита, что они убрюмые. Но они ультра ласковые. И это любимец нашего дома. Инстаграма, района, дом. Всего, что... И подписчиков любимец. И подписчиков, да. Давай так. Пользуйтесь кухней. Марин, готовишь? Да. Нет. Правильно. А ты? Я нет. Короче, эта кухня номинально. У нас есть кружки. Лешина любимая. Где владелица птицефабрики. А почему она красная стала? Она нагревается теплом. Реально? Да, да. Вау. Это какой-то новой технологии. Это старый, помните? Наоборот, когда наливаешь, там всякие голые женщины. Это мой уголок с всякими покемонами. Печенька. Вот этот стилек. Сегодняшнее как раз открытие было на. Так. Это то, что мы купили с Лешей как раз в Токио. Это печеньки с покемона. Ты любишь покемонов, да? Он обожает. Ой, он любит покемонов. Это очень мило. Это очень тема. На самом деле прикольно. Леха в Токио надевал то рубашку, то еще что-нибудь. Здесь у него, блин, не показать. Здесь у него сверху Пикачу, а тут кошечка, да, такая? Да, Манекенеку. И он ходил, рубашку так постоянно раскрывал, показывал эту киску и такой... А у меня еще есть чейн Мозе, типа, Пикачу, и есть, который мне кастом делать с покеболом. Я делаю татуировку, он говорит, ты любишь Пикачу. Там просто от него фанатеяли все ходили. Обычно от японцев фанатеют, а тут наоборот. Так, друзья, ну мы находимся рядом с холодильником, и давайте начнем сразу же рубрику, что у гостей в холодильнике. Марин, так как ты у нас хозяйка. Да, очень большая хозяйка. Давай рассказывай. Вот это я варенье заготовывала. Правда, сама готовила? Конечно же. Да, а вот это что? Это дети пива. Мы привезли их из Японии. Донки-донки, короче, ребята. Донки-донки. Если будете в Японии, в Токио, обязательно зайдите в магазин Донки-донки. Это как, ну, наверное, как что? Как фамилия, да? Это где? Что? Это как все по 10. Фамилия, это вообще там вознешно. Нет, ну что, там же есть... Там даже Роликс-то были. Да, это магазин. Так, итак, дом. Что? Так фамилия или что? Не щелкай на меня. Фамилия тоже такой же. Я полагаю, что да. Короче, там, в этом магазине, можно найти от Дети пива до новых часов Роликс. Причем, ну... Что это? Они такие... Они дети, потому что... Короче, можно найти вивенбест, вот, блин, часы крутейшие. Все классно. Все что угодно. Нет, это не оттуда. Это не оттуда. Это не из фамилии. Ладно, холодильник, погнали. Да, давайте. Смотрите, у нас есть авокадо. Есть намек на какой-то вкусный завтрак, да? Только завтрак не готово. Только лишь намек. Значит, яички. Ну, то есть, завтрак вот все-таки дома вы завтракаете, да? Да, это чаще всего, особенно зимой. А это что? Грибы? Нет, это яблоки. И невозможно тоже там растворять. Как грибы, и правда. Это яблочные грибы. Так, дынька. Дынька. Ну, а что, дынька? Хорошо. Ого, вы дынькой едите? Вы прям покупаете всяких? Очень много всяких. Ну, в общем, тут овощи, фрукты, да? Все полезно. Ну, это настолько овощи, фрукты, яйца и сыр можно. Хорошо. Ну, нутелла. А, это не нутелла? Нет, это все заготовки Лешиной мамы. Я смотрю, вы любите заготовки. Мамы пользуются популярностью, да? Как минимум, берут и не отказывают. А это что? Гриб? А это Андрик привез в вино белое. Ну, в общем, хороший холодильник. Что, отличный? Как говорится, чем богаты? У нас есть еще вот такой, Сальни. Секретный. Кристалл? Причем, эту бутылку мне подарили во время своего сета. И индус, который сидел на випке, ему понравилось, как я играю, и передал мне на сцену бутылку Кристалла. Я знаешь, что заметил? Цветы. Это ты даришь Марине столько цветов? Да, она всегда дома стоит один минимум букетик. Это правда. Марина! Ты счастливая жена! Единственное, когда не стоят цветы, это когда я факапаю тебе маму. Потому что я не люблю дарить, когда я что-то сделал не так. Я дарю только в хорошее настроение. А у меня тогда такой вопрос. Обычно чуваки делают что-то, когда факапают. Ты делаешь что-нибудь? А я сплю на этом диване как раз. А, ну нормально. В принципе, нормально. Поэтому диван большой, комфортный, удобный. Я садясь и высядь. Он просто как забывшие пески. Ну давай пойдем, присядем все вместе. В общем, ребята знали, что мы приедем к ним сегодня и вчера весь день разбирали эту комнату. И давайте посмотрим, что получилось. Показывай, Лёлик. Ой, это перке, кстати. Это вот бренд Лёша Миронова. Да, соответственно, вот новый дроп, в который еще не успели магазин увезти. Покажи нам что-нибудь, хотя бы какой-нибудь кусочек нового дропа. Вот эко-кожа. Ой, я видел фотосессию, по-моему, ты вчера выкладывал. Ой, она такая с, ну, такими фактурой, да. А можно я ее померю? Померю, да, конечно. Продемонстрируй. Мне аж спина шире стала, как будто бы в этой куртке. Вообще прикольно, правда. Нет, мне нравится Лёшкин бренд. Лёш, ты молодец. Да, да, да. Спасибо. Дюшек, ты тоже, да, тут поглядываешь, что тут есть? Сту, на который обратила внимание Даша первым делом. Да, очень много. Его я выменял на две футболки-перке. Реально? Реселлер хотел очень какую-то футбу, и я поменялся с ним на эту тату. Серьезно? Да. Какие у тебя хорошие футболки, Лёша? Это еще один подарок для Лёши, который мы не успели передать в Москву. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ты любишь дрюльку, поэтому тебе подарки. А что там, давай посмотрим. Я требую онпэкинг. Нет, это... Ой, что-то с фартфейс. Неважно. Неважно. О, как мило. Я был в Корее вместе с Лёликом, и зачем-то купил много дролла. И вот теперь еще одна. Блин, синий мне... Цветы. Вау! Синий цвет и цветы. Это же вообще я, это я просто. Ставь лайки. Спасибо, Борис. Классно. Днем рождения, Борис. Спасибо, Борис. Что тут у нас? Игрушки, соответственно. Ты коллекционируешь, да? Да, коллекционирую. Я просто люблю. Мне Марине не разрешают прям много покупать, потому что их некуда оставить. Марина, я смотрю, у тебя так это держится, вижу его рукавичком. Я вижу игрушки, мы в каждой стороне, вот заходим магазин игрушек, я говорю, я хочу это, я хочу это. Она говорит, да куда ты это поставишь? Поэтому сейчас разобрали. У меня они были запечатаны, я их расставил сегодня первый раз. Спасибо вам, опять же. Пожалуйста, Леш, обращайся, мы можем чаще приезжать. Тут, соответственно, все мои цацки, ну тут беспорядок творческий, вот, кстати, Пикачу, про которого я рассказывал. Это Моази то, что сделал, да? Это бриллианты. Вот это он зацепился с хром-хаус. Вау, это что, бриллианты? Да. Это бриллианты. Очень красиво. Пика-пика. Это моя, первая ювелирная дробь, это диджейский джек с ребрами. Это тоже пирке. Пирке, да. Вот мой кастомный покебол. Блин, это тоже Моази? Да. Это он под меня одел специально. Это мне из Казахстана с Хэппи Мил взяли, Пикачу. Нам надо сделать такой Пикачу. Цинь, 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 цинь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да. Вот, кстати, тут еще, смотрите, покебольчики Пикачу. Там тоже Пикачу. Это ластики. Там, вау, кстати. Это мы тоже в Токию купили. Я знал, у меня были такие штучки, когда я его варю. Да, это ластики. Ластики Покеболы, Сквиррл, Пикачу, соответственно. Блин, какой стилек. Очень мило. Патчи на нос с шевиком-пауком, соответственно. Патчи на нос? Ну, чтобы черные точки дали. Вы просто посмотрите, у него даже патчи на нос модные. Я не знаю, я реально таких модников не встречала. Ой, а вот это, Леша. Это, наверное, Тенкор, да, по-моему? Помнишь, да, было время? Да, я помню. Так он сломан аккуратнее. Я вижу. Вот так вот надо за яки дергать. Не, у меня не сломан. Наша первая игрушка AstroCat, которую мы везде продаем. Соответственно, это котик, вдохновленный многими. Собирательный образ, но вдохновлен он дюшиком. Туалетная бумага с кошечкой какая хорошая. Первые два сэмпла, которые, возможно, мы дропнем в новом году уже. Я хочу голубой поближе показать, он мне очень нравится. Очень красивый. Какое! Вы только посмотрите, это очень мило. Действительно, очень красивый мячик получился. Посмотри, какая красивая рука Марвеловская. Рука вообще крутая. Да, это туалетка. Я ее сразу понесу. Вообще ее жалко использовать. Мне ее жалко. Поэтому она просто здесь стоит. Как у армян. Знаешь, как можно придумать? Ты два квадратика отрываешь от обычной и один финальный. Леша. Нет, я могу ее в пищевую пленку заполнять. Марина идет. Я могу повесить обычную туалетку и эту в пищевой бумаге. Нет, здесь должна эта, а рядом стоят обычные. И подпись «Пользоваться обычная», а эту не трогайся. Обычная. Ну, это реально же клевая. Репантик бумага. Я такого никогда в жизни не видел. Да, очень круто. Я бы еще рассмотрел вот эту зону у камина, потому что тут… Ой, какие милые фотки. Тут показаны лучшие друзья Леши. Это, видимо, Марина. Потому что тут только Марина. Красиво. А, нет. Это со свадьбы же, да? Фотка. И Татарин. Макс, да, и Татарин. Да, Татарин еще увидел. Это смешно. Лучшие друзья. Да. А это, я вижу, картина Дюшика, да? Это моя мама писала. Это Дюшик. Дюшик. Где прямо сейчас он? Где он? Дюша. Да. Картина. По секрету. Леша очень сильно хочет себе выборов. У него, если открыть «Эксплор» в Инстаграме, ну, у меня нашли 70-80% девчонок, а у него выдерли. Выдери кроссовки. Хороший, просто молодец. Ну, они, правда, прикольные, очень милые. Как принято говорить, тут происходит ваше псы. Я смотрю, это фанат Леш Бэтмена, да, выходим? У меня же татуировки из комиксов. Два пушина. Зомби-пушин и обычный пушин. Это Маринина духи. Ну, выглядят и вот эти. Вот они, вот эти. Ой, мне они очень нравятся, мужик. Давай напшикаемся всем, что здесь есть, Леш. Правда, у меня это одни из любимых духов. Да, они классные. Запахов. Булгари у нее. Ой, Марин, а расскажи, пожалуйста, про свои цацки. Бусы у нее. Это мои цацки. Нет, подожди, я вижу коробочку Булгари. Да, это последний подарок от Алексея. Так, что же там? Один из последних. Леш, ты так любишь свою жену. Да, это так. Ты так любишь. Боже, а можно я поближе посмотрю? Я обожаю такие же штуки. И я обожаю. Забирай. Нет, подержи меня, Леша. Пожалуйста, смотри. Можешь в камеру не сводить? Ой, это змейка. Очень красиво. Это супер, Сочи. Это очень красиво. Леш, это стоит больше, чем 100 тысяч рублей уже? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть побольше. Ну что ж, мы переходим к самому вкусному. И это гардероб Леши Миронова, ну и его прекрасная жена Марина. Но сначала начнем с Лехиного, погнали. Покажи свою самую любимую пару, которую ты можешь два дня подряд носить. На самом деле, это моя самая последняя. Это нехорошая. Мои семехара. Суперские вообще. Они под конверсы сделаны. Я хотел их купить в Токио, не было размеров, потому что у них они все маленькие. Я их заказал. Леша, пока мы были в Токио, не покупал там ничего, но отправлял заказы в Москву Саньку. Санек, мне вот это. Вот это и вот это, чтобы все это было. Потом, что мне нравятся эсбэшки, сделанные под OG. Джорданы классики. Вот эта пара. Я никогда не выговаривал их названия. Попробуй выговорить. Минусон. Найки с японцами, опять же, сделаны под Оксфорда. Там ромашка сзади. Красивая штука. Ой. Ой, смотри. Леша, я хочу такие же. Подожди, подожди. Такой мэч. Ой, so cute мэч. Леша, я хочу такие же. Ну и самая любимая моя, конечно, пара. Пошел. Вот это я фанат этих бодингов. Ой себе. По последнюю тренду, что сейчас все по носке бодинги, как патрули, скажете вы. Да. Но стоит? Стоит? Но стоит не как патрули. Сколько стоит? Недавно мы узнавали, сколько они стоят. И в данный момент, короче, 320 штук за пару. Наверное, самая хайповая, но не самая лучшая пара, это Dior Jordan. А почему они не самая лучшая пара? Ну, оверхайп. Мне повезло, что я их забрал за ритейл. У меня еще номер пары 334. Давайте посмотрим. Блин, я не знал, что тут еще так делают. Всего 8 с половиной тысячах, да? На весь мир, да. Вот это классная пара. Это дизайнер Крис Ванаж. Это последний дроп перед тем, как он ушел с собственного бренда. Клевый, из крокодилок кожи. Такая аляска. По старой моде. Вязка в стиле рекоманса. Да, ну вот, кстати, рекоманс тоже одна из последних пар. Классика, которая тоже всегда должна быть. Можно. У меня такой нет. И у меня нету. Пацаны, у вас есть? У вас есть парни? Ну да? Там песка-то сколько? Я гулял по пляжу. По пляжу. О, это эти крутые. Они нравятся, секси выглядят. А это что за пара, Леш, ты говоришь? Это Раф Симмонс для Кевин Кэн, когда он уходил туда. Соответственно, единственное, по-моему, год он там отработал этот диван. Нормально у тебя кроссовки, мужик. Я со своими командами. То есть получается, даже когда ты ездишь на отдых, ты берешь кроссовки на каждый день? Да, я высчитываю количество дней. А если ты ездишь на месяц? Если у нас активные дни, я беру, условно говоря, у нас две недели. Я беру минимум 10 пар. Потому что я понимаю, что 8 будет на выход. 4-5 дней мы будем жестко гулять под это. Мы берем какие-нибудь New Balance. Очень удобные. Это самые удобные кроссовки, если честно. Neighborhood. А если что-то понаряднее? Филипписисис есть вот такие у меня. Кайфовый бренд. Этот же, как его, голландский? Да. То есть получается, у тебя отдельный чемодан для кроссовок? Да, получается, вот правый отдел, он забивается кроссовками, а левый… Трусами. Футболками, рубашками. То есть у тебя помещается в один отдел 10 пар? Туда получается 7-8, получается. Потому что, например, ванцы и New Balance их можно мнуть, а единички посложнее нельзя мнуть. Очень много нюансов, да? Теперь давай перейдем ко второй половине первого чемодана – это одежда. Да, тут, соответственно, когда мы сюда переехали, я узнал, что у меня есть 45 черных худи. Я уже от половины избавился, я примерно раз в месяц чищу гардероб. Получается, из последнего мне нравится вот такой вот свитер с Nike. Это Nike? Ой, прикольно. Какой круто. Не знала, что Nike делает свитера. Нет, уже не хочу такой. Хэлли Тумил. Вот такой типа такой. Все такое модненькое, да? Все такое вот с какой-то вот закорючечкой. Еще раз. Хэлли Тумил. Ммм, как это здорово. Хэлли Тумил. Молодой бренд. Или вот у меня, например, в Перке мне нравится Ресайкл свитер. Это я свитер со свитшотом сшил. Этот Перке, да, твой бренд? Да. Вот этот классный с Тайлером. Да, офигительный. Теннис, да, штучка. Очень милый. Вот он, невероятно клевый. Вот он, посмотрите. Самый уютный, наверное, кардиган на свете. Да, очень уютный. Телый этаж, да, коллаб. Тут всякие хитро сделанные штанишки. Тут джинса. Тут всякие брючные широкие штаны. И брендовые, там, самые заряженные. Это все по спортивкам. Вот. И последний. Ух, Люлик, я еще одна. Да, Люлик, это вообще. Просто с ума займи. А тут, получается, что на футболке, ну, преимущественно, понятно, в Перке всех годов. Я считал, у меня 35 футболов в Перке. Покажи какую-нибудь. Ну, например, рандомно возьмем. Давай. Ребра таких, такие, 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 вязаные ребра. Всякие. Очень круто. Круто, правда. Это правда. Тоже по оттенке уходит к белому. Уходит из Перке во всякие там human-made. Дальше бежевые оттенки. Это преимущественно пирогат. Вот это мы вместе купили. Рекоменд, опять же. Дальше все уходит. Там баскетбольные джерси разные. Кожаные. Тоже Перке. Перке, перке. Это вот, кстати, в Перке. Опять сэмпл. Очень красиво. Все это уходит в лонг сливы. И переходят в жилетки. Ого! Покажи, покажи, покажи. Вязаный броник. Ничего себе. А можешь померить, пожалуйста? Вот это Людь. Кто, я? Это тоже Перке. Да, это вот с последнего дропа как раз из департмента. На, Людь, померь. Я с кайфом. Броники? Я бы нахудос бы ее бы. Да, брат. И в машину. В зимнюю. Клево. Я стал делать кучу сэмплов. И вот, например, из оптоволокна по прототипу Moncler Farm Angels. Чтобы у них вот такие пультики, которые включают... Ого! Ничего себе! Включают оптоволокной. Можно вот менять режим. Ничего себе, какая новогодняя. Да. Я слышал, ты недавно предложил пошить их, кто хочет. Да. За цену Сибеса. Сибеса. Сибеса огромный. Сколько Сибеса в этой? До поднятия курса был Сибес 82 тысячи. И самое интересное, когда... Это из-за того, что из-за вот этого материала сложного, да? Из-за того, что там эти все ниточки. Короче, десять проводов. Я нанимал электрика, который из десяти выбил два пульта. И чтобы он заряжался, типа, от розетки. Вот такая, короче. Офигеть. Короче, пиджак, который заряжается от розетки. И светится, как новогодняя елка. Да. И бронюшку возьми. У меня к тебе вопрос. Ты же, да, создал бренд Прике, чтобы, по сути, самого себя и одевать. Правильно? Да. Ну, все штуки очень модные. Потому что мне люди пишут, что мне нравится, как я одеваюсь, как выгляжу. И вещь, которую я шью под себя, я сначала прокатываю на себе. Потом дропаю. И когда я вижу отметки, не всегда, типа, она и работает. Типа, так, как должна быть. Поэтому вот эта вещь, наверное, будет тоже шиться под заказ. Потому что она мне и работает. Не на всех она сработает, скажем так. Это тоже старая такая штука. Мы сейчас будем делать коллапс с футбольным клубом. И они как раз клюнули на нее. Ого. Ничего себе. Она уже по факту, она и старая. Но, тем не менее, это тайвок, медицинская ткань. И она зашивается в пленку. И вот такой дождевик получается. Очень модно. Просто, Леша, откуда у тебя столько информации приоритет? Да, Леша, реально. У тебя столько еще идей. А где ты берешь идеи для этого всего? Слушай, вокруг. Просто у меня бывает, я вот в Токио мы были. Я такой, Марин, дай телефон в 2 часа ночью. Я говорю, зачем? Я говорю, быстро. У меня заметка. Я там 3 коллекции вперед. Просто с головы как-то они приходили. То есть тебя Япония вдохновила, да? У нее очень сильно вдохновляет. Правда, прям вау. Ну, а теперь давай мы все же узнаем, какая любимая вещь из вообще всего твоего гардероба. Просто самая любимая, неважно. Я думаю, я назову две. Одну своего бренда, если можно. Это из кожи моя зеленая рубашка. Настоящая кожа? Да. Мы шили с 13 шкур вместе с шортами. Ого. Цвет очень красивый. Удешенный. Я стараюсь ее редко носить, потому что она такая заменая. Ну, я, кстати, часто тебя в ней вижу. Да, да, да. Стараешься, но не всегда. И это мы узнали любимые вещи из твоей одежды. Да. И самое уютное, не знаю почему это вещь, но я люблю уют. Это вот кардиган Раф Симмонс. С такими налокотниками. И ты выделяешь его из всех. Самая твоя любимая вещь, не твоего бренда. А, не моего бренда. Да, потому что, знаешь, вот на нее смотришь и ты такая... Cute. Да. То есть не кардиган Тайлера. Не кардиган Тайлера. Ух. На самом деле, жду реально осень всегда. Я люблю осень, помимо Дня рождения, потому что многослойность, вся история, и вот как раз кардиганщик, и можно классно там играться. У меня еще такой вопрос, Леш, к тебе. Есть ли у тебя самая такая, знаешь, засаленная футболочка, которая с тобой уже, я не знаю, например, 5-10 лет, которой ты нет-нет, да наденешь, несмотря на то, что у тебя очень много нового? Да, кстати. Забавно, потому что, типа, я не люблю бренд Palm Angels, и в принципе, конгломерат после себя ходить, но мне получилось так... Ирония судьбы, что подарили вот эту футбол. Не знаю почему, не знаю, она как-то сидит по-особенному, или в ней тоже как-то комфортно, Palm Angels. Очень любишь ее, да? Видите, что она прям... Да, да, она реально уже такая потасканное время. У меня тоже такие-таки есть. Сделала с футболками, которые я ношу под, и она должна быть там уже, по идее. Да, но нет. Леш, а как ты думаешь, сколько у тебя луков вообще вот в гардеробе твоем? Ну, соответственно, от кроссовок и моталки все 104 луков у меня есть. Браво, Леш. Молодец, браво. Остается только похлопать. Да, да, да. Покажи нам, пожалуйста, самую дорогую твою вещь. Недорогую сердцу, а дорогую кошелечку. Это кроссовки будут, разумеется. Это стоило 160, сейчас 320. Это стоило 148, сейчас миллион. Миллион? I'm sorry, hello. Excuse me, who is this? Деньги звонят. Money call me. Охренеть, лям. Жестко. Может быть, вот так? Нет. Как думаешь? А покажи сумку, кстати, какую-нибудь свою. Вот давай любимую. Свою любимую, Маринину сумку. Да, на самом деле, почему-то... Кстати, не знаю почему, у меня одна-две. Это Prada. Это Prada. Я просто рюкзаки люблю больше. И Жак Мертва такая, я часто в отпуске ношу. Такая, под карточки. Ты носишь? Я. Ух, ну здорово. Какие кроссовки подаришь мне и Даше? Давай, ладно. Все, мы пришли к главному вопросу этого дня. Обычно мы дарим, да? Пойдем, у меня там есть как раз то, что папе должен отдаться. Ну что, друзья, мы переходим к рубрике «Умный в доме». И сегодня у нас отвечает на вопросы, как вы уже догадались, Алексей Миронов. А, на у вас умная в доме. Папа красивый. Да. В общем, за неправильные Лешины ответы я буду заламывать его любимый кроссовок. Поэтому… Чем жестче ошибется, тем сильнее залом. Он словит, да? Он нам сказал, что это одна из любимейших его моделей. Это Royal Blue, да. Да, поэтому… Royal Blue, да, Вайха? Отвечай на вопросы. Скажи, пожалуйста, кто сильнее, Бэтмен или Супермен? Король. Это официальный пакт. Давай. Короче, если убрать криптонит всю эту историю… Я как гик… Да. Раньше у меня был первый айфон. Я скачивал туда… Был jailbreak. Скачивал приложение, читал комиксы в оригинале. И я был в группе ВКонтакте «Противостояние». Это типа, ты выкладываешь картинку, тебе другой чувак выкладывает картинку, и там ты вместишься в комментариях, почему тот или иной. И во всех баталиях, где участвовал Бэтмен, всегда говорили Бэтмен сильнее. Не важно, там, часовой Супермен, Флэш, кто угодно, потому что Бэтмен – самый гениальный детектив на планете. Он может понять, как сделать Флэш медленнее, как убить Супермена, как побороть Думс Дэй и так далее. Поэтому Бэтмен… Твой ответ? Бэтмен. Это правильно, потому что даже в интернете самый популярный ответ – это Супермен. Но Бэтмен смекалистый, и он найдет решение, как убить все же Супермена. Леш, второй вопрос. Какой бренд старше – Диор или Луи Виттон? Диор старше. Ответ. Диор старше? Да. Что? Луи Виттон старше? Это неправильный ответ. Да, давай я тебе скажу. Луи Виттон основали в 1854 году, ему 169 лет. Офигеть. А Диор 1946 и ему 74 года. Да, нет. Если 46-го, то уже чуть больше. С 46-го года он. Уже чуть больше. 78-го. Ну, короче, это потом посчитаем. С 46-го года он, да. В общем, первый залом пошел. Вопрос по твоему профилю. Да, у тебя бренд одежды, ты разбираешься в тканях, во всех этих делах. Для меня новость сегодня, которую я узнал, что есть величина, да, для измера ткани, это ярд, меряют одежду в ярдах. И скажи мне, пожалуйста, один ярд ткани, это сколько? В метрах, сантиметрах, миллиметрах, неважно. Так, ярд это измерение длины, так же, как километры, метры. Соответственно, если мы покупаем ткань в килограммах, в одном килограмме плотности 400 с лишним, примерно один метр. Соответственно, в ярде примерно полтора километра, соответственно, около полутора метров должно быть в ярде ткань, если это плотная ткань. Ну, это, Леша, в любом случае, неправильный ответ, потому что... Полтора километра. Чуть меньше. 0,91 метра. Типа того. Типа того, но мы все-таки ответ не верны. Не сильно ошибся, поэтому сильно не ломаем. А ведь, блин, мне самой жалко, я не могу. А ты достала? Я не достала? Даша делает заломанные кроссовки. Ну я аккуратненько, мне жалко. Итак, ладно, это были разминочные наши с тобой вопросы. Давай, Дашик. Возвращаемся к школе, и вопрос такой. Семью-шесть. 56. 42. Нет! А, все! Успел, успел, но зато он не думая ответил. Ладно. Леш, назови самого высокооплачиваемого актера Голливуда. Два года назад это был Роберт Дауни-младший. Факт. Правда. А сейчас? В 23-м году. Скелла Джонсон. Да! Блин, я хотела заломить кроссовок! Нет! Дюша кликует, орет в окно там всем. Мой, мой, папка! Умный! Следующий вопрос. Это вопрос из моего, Дашиного, и я уверен, твоего детства. И нужно продолжить фразу. Кино... 2100... На? СТС. Да! Узнает Мангин, браво! У нас было хорошо. Это наше детство. Смотри, я сейчас смотрю. 21.30. Да, сейчас поменяли время, но 21.00 самое офигенное время для просмотра. Да, согласна. Какая из этих женщин никогда не была участницей «Пусика Доллс»? Кая Джонс, Николь Шейзингер, Кэша или Эшли Робертс? Кэша. Да блин, откуда ты все знаешь? Даже я это тоже знал. Молодец! Смотри, я на Нью-Старе угадал единственно всех. Да, реально. Да, молодец. Следующий вопрос. Какая из этих четырех boys-групп продавала больше всего пластинок? Jackson 5, Backstreet Boys. Как это читается? NC или NC. Boys 2. Boys 2, наверное. Boys 2, мужчина, тут написано. Jackson 5 больше всего продавали. Нет. Backstreet Boys. Нет? В какой период опять же типа? Ну вообще правильный ответ. Backstreet Boys. Backstreet Boys в конце 90 больше всего продавали. А до этого Jackson 5 больше всего продавали. Тут надо уточнять. Я хочу же ломить этот крошелок. Ладно, хорошо, засчитаем этот вопрос. Потому что мы не так шарим, как Леша. Мы даже не знаем, в каком. Тут мы узнали, да. У нас было два лагеря. Одни слушали I wanted to play Backstreet Boys, а втори слушали Bye 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 and Sing. Поэтому вот. Итак, ну что же. И у нас есть заключительный вопрос. И он про... Он про твой родной город. Леша самый настоящий фанат Петербурга. Правда, я не знаю ни одного человека, кто бы любил Питер больше, чем Лёлик. Ну и давай. Докажи нам это. Скажи, пожалуйста. В каком году основан... В 1703? А, хорошо. А чуть сложнее. А день и месяц? 27 мая. 27? 26. 26? 27 мая, в смысле. 27 мая или 26? 27 мая. Да? Мне кажется, 23-е? Нет такое, может быть? 27-ое! Правильно, бля! Леш, ну как? Ну как? Как он это делает? Он невероятный чемпион. Кроссовок остается целым. Хоть и я пучка сделала. Оказывается, если бы Марина здесь сидела, мы бы и не поняли, что все же Леша самый умный в доме. Да, да. Браво, Леша, ты хороший, молодец. Ну что, мы посмотрели Лешину потрясающую квартиру. Все его кроссовки невероятные. Узнали, что он действительно самый умный в доме. И сейчас у нас следующая рубрика. Леш, какая? Ну мы бы просто глянули Лехину тачку. Да, потому что мы знаем, что у него крутая тачка. У него есть, она прикольная. Леш, покажешь? Let's do it! Погнали! BMW? BMW, Mercedes или Audi? Леш, скажи, BMW, Mercedes, Audi или Lexus? Mercedes, конечно. Факт. Почему? Да потому что у него Mercedes маленький. Он такой маленький. Расскажи про свою машину. Как давно она у тебя? И любишь ли ты ее? Я ее очень люблю. Мы, извини, хотели ее поменять. Прости. Ну вообще, что смотрели, куда садить, вообще не нравится. Это C купе 180 купили. В офигенном цвете. Самый клевый цвет. Реально? Цвет такой матовый? Мы приехали за черной тачкой Night Black, как она называется, которая полностью все черная. И увидели эту. Она на 300 тысяч была дороже. Я в нее сел. Марина общалась с дилером. Я вижу, что что-то строчит. Я такой, а можете у меня такси вызвать? Я за наличкой съезжу. Интересно очень, как сидит Леша за рулем своей тачки. Леша высокий парень и у него купе. Просто глянь, как у него сиденье стоит. Я люблю чувствовать контакт с машиной. И у меня колени практически все время в любой машине упираются прямо в борт. И я вот езжу, знаете, как бабушка. И спина прямо. И вот такое. Еду довольненько. Не откидываюсь никогда. Ноги не задираюсь. Именно вот так вот. Как пенсионер. Леша, ну раз мы у тебя во дворе уже оказались, расскажи, пожалуйста, немного про этот двор. Есть ли тут что-то особенное для тебя? Да, кстати, офигенно интересный факт. Видите вот эту мастерскую? Вы были уже у меня дома. Вы видели нашу гостиную, видели спальню. Да. И несколько лет назад у меня был первый ресейл магаз. До всех существующих сейчас. Дилер назывался. И когда я зашел на свою квартиру, попал в спальню, увидел очень знакомый вид из окна. Открыл. И рукой дотянулся до вывески нашего магаза. И, соответственно, вся моя квартира повторяет условно мастерская. Это наша гостиная, спальня. Это наш холл в магазине. Ой, прикольно. Получается, вы еще не жили в этой квартире? Да. Я заехал сюда, и наш охранник Влад подходит. Говорит, здравствуйте. Что вы здесь делаете? Он говорит, я охранял ваш магазин. Теперь буду в вашем покое и вашей машине. Ой, это так мило. Это вот он нас, да? Очень круто. Очень хороший дядик. Это такой первый мэш. А потом я заехал, и мне пишет мой друг Кита Джампер, который играл на бойлируме в Питере. И он говорит, ну что, выйди на личную площадку. В смысле, зачем я хожу? И его квартира прямо напротив моей. И вот такие два момента прямо. Да, все идеально. Очень приятно. Очень круто. Да, и классные соседи, классный охранник. Классная квартира, что вдохновляет. Классный мэш. Да, классный мэш. Ну и классная передача к тебе пришла домой. Да, да, да. Ура, спасибо, Лешка. Очень классная у тебя, нам очень понравилось. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok